Друзья, всем привет! С вами Стрэкс, мы продолжаем играть в Акупай Марс, продолжаем выживать на нашей космической, точнее не космической, а марсианской станции. Так, закроем. Надеюсь, сейчас... Понятно. Глючный ангар. Почему-то что-то пошло не так. Может быть, поэтому у нас здесь и не работает эта штука? Может, есть смысл сломать и поставить заново? Может, это все-таки баг? Короче, что я хочу? Пойдем в эту самую, попьем, посрем, там все сделаем. Потому что есть нужда, да? Так, и у нас баллончик. Баллончик тогда вот так. Кстати, а в душе я могу водички? Тихо-тихо. Нет, в душе нету. Так, все. Значит, душ все-таки это для радиации, скорее всего, как вы в Амперионе, и как во всяких там Space Engine, не Раксах, или... А, нет, там нет радиации. Там более примитивная фигня. Так, это сюда. В туалет сходили. Ничего не нагадили. Хорошо. Конечно, я же ничего не ел. Какое тут говно. Тут диета. Так, что там? Спать хочу. О, внешний, кстати, кислород чуть-чуть побольше стал, да? То есть, почему? Накачивается и... Так и было. Я в прошлой... В прошлой серии создал там еще эту штуку. Хотел поставить, да? Хотел поставить вот эту. По-моему, там всего хватало. А, слушай, а тебе нельзя здесь ставить? Нифига. А, вот сюда можно поставить только. Причем... А, нет, на любую, да? На любую из плоских стенок. Вот сюда нельзя. Здесь, видимо, свои какие-то же приблуды. В коридор нельзя. Но здесь у нас уже есть. Здесь же все включено. Ну, почему-то не... Не слышно его. Так, а что у нас по электрике? Что-то мне показал, что там электрики мало. А, нет, нормально. Это я просто на заряд там дофига отдал, да? Получается. Когда он полностью разряжен, он жрет, соответственно, больше. Так же, жрать хотим, поели. Так, и давай пойдем прокачаемся. Прокачаемся. И, естественно, мы логичнее всего прокачаться в защиту. У нас, конечно, есть много тут скиллов неоткрытых. Прям вообще куча. Это и горелка третья. И реактивный ранец там и прочее. Бла-бла-бла. Можно было бы, конечно, ранец зафигачить и полетать. Но я сначала, пожалуй, сделаю защиту. Сделаю защиту, а потом позволю себе фигней страдать. Вот. И пойдем тогда эта штука делается где? Эта штука делается в этом самом, да? В дробилке. Надо таблички, наверное, подписать. Что-то я где-то плохо ориентируюсь. Так, и нам, скорее всего, нужны эти платки. Так, с этой стороны. Здесь у нас я не разбирал. Как раз три средние платы. Это три защиты. Три этих защиты, короче. Так. Так как мы на зарядке, соответственно, заряжаться можно прямо, считай, через ровер. Что-то глючит вот эта вот, вот эта закрывашка. Ну да ладно. Нам самое главное одну поставить возле солнечных панелей. А вторую, где база. Ну, там основной купол, грубо говоря, там все дела. Так, давай, короче, закажем себе распечатку. Закажем сразу, сразу, сразу. Где оно, где оно, где оно? Где-то тут было. Во. Раз, два, три. Это минималка, ребята. У нас есть три средних панели. А, подожди, а вот здесь пишет, что не надо. Или просто он не учитывает, скорее всего, плату, да? Он не учитывает плату. Он, короче, пошел создавать ресурсы на три штуки. Пусть создает. И плюс еще мне нужны, мне нужны, нужны, нужны. Вот. Вот такие штуки. Соответственно, три комплекта, потому что, потому что три у нас ракетницы, да? Но есть загвоздка. Комплект для постройки ракет. Вот эта надпись обозначает, что это не готовая ракета, а всего лишь комплект для постройки. То есть его надо будет собрать. Это, конечно, жопа. Так, сейчас быстренько все это дело докрафтится. В принципе, чем он хорош? То, что он делает сразу за один промежуток времени все ресурсы, сколько ты натыкал. Натыкал миллион, он тебе от одной полоски миллион сделает. Но зато я буду уже спать спокойно, то, что даже если вдруг жахнет метеорит, у нас будет защита. И хотя бы там, вот считай, три ракетницы, да? Это 15 ракет. Ну, грубо говоря, базу отобьет. Так, три комплекта. Вот это. Сейчас сначала сделаем распределение, а потом будем думать, как ракету собирать. За сегодняшнюю серию должны собрать. Вот. Так. Одну, конечно же, четвертую потом надо будет где-то вот здесь сделать, потому что дробилка много ресурсов. Это как бы нужно. А хотя можно будет даже с нее, наверное, и начать тоже, да? В дробилке много ресурсов. Это тоже важно. У нас, к тому же, есть резерв на дробилку. В виде батареек. Так, одну сюда. И одну туда. Так, ну че, поехали. Поехали ставить. Поехали ставить. Начнем с самой главной, которая возле нашего корпуса, да? Вот у нас резервные батареи идут, которые чисто на накачку. А это чисто на дом. Вот здесь где-нибудь я бы ее поставил. Посередке. Она бы и баллоны охраняла, и вот эту всю фигню. Так, мне нужно что? Гараж. Вот это, да? Так, и как-нибудь тебя ровненько так поставить. Вот, типа... Типа... Вот так. Во. Пройти пройду. Пройти пройду. В принципе, удобно, да? Я надеюсь, у нее радиус большой. Она там и туда забьет, и туда забьет. Но опять же... Да, среднюю плату все-таки она требует, ребята, учитывайте. То есть принтер не учитывает платы. Так, это у нас первая. Она жрет пятеру. Пятеру дадим. Пятеру дадим без проблем. Пятюню. Пятюню дадим прямо отсюда. Так. Нам нужно на нее пятерочку. Так. Сорок восемь. Давай двухсотку дожарим. Здесь у нас сколько? Двести восемьдесят приходит. Давай... Шестьдесят пять сейчас накрутим. Вот. Вот, ровно пятерочка ушла. Все. Ровно пятерочка пришла. Хотя... Опа! Вот это как бы я уже узнаю. Знаю то, что... То, что тут хитрая система. Оно не всегда дает ровно столько, сколько надо. То есть, если он жрет пятерку, то давай чуть-чуть с запасом. Такое ощущение, что он как будто больше требует. Но это, скорее всего, глюк какой-то. Видишь, пятерка. Он мне пишет, что как будто нету, да? Вот теперь он пишет нормально. Так. Включить включено. 0.5 из таргет 0. Это понятно. Это отключить, это включить. Короче говоря, пять штук. Сюда ракет надо захреначить. Эта штука у нас уже есть. Только ракеты сюда не помещаются, да? Потому что что? Потому что правильно. Надо все это дело барахло собрать. Сейчас начинается самое... Я бы назвал это таким словом, которое нельзя произносить. Потому что какие-нибудь маленькие депиди детишки могут меня смотреть. Вот. Но это именно то слово, которое вы подумали. Ага. И еще у нас к тому же много ресурсов. Давай, наверное, сначала построим, а потом, чтобы ресурсы розетта расчистить. Смотри, одну здесь поставили. Это у нас тоже резервная, да? Давай, наверное, вот эту тоже поставим. Вот с этой, где-нибудь, со стороны, чтобы у нас тоже защита была. Потому что отсюда мы, в принципе, можем подать больше. Потому что у нас батарейки здесь стоят, да? Значит, вот эту... Сохранить эту систему можно. Куда-нибудь вот сюда. Да, сколько у нас тут? А, у нас тут все, да? Найдут все. Ну, не страшно. Аккумулятор-то мы поставим. Здесь все равно еще пойдут разветвления. Это мы сейчас будем переделывать. Но это, скорее всего, в следующей серии. Так, тогда одну... Нет, давай все-таки солнечные. Сейчас сохраним солнечные. И третья пойдет на бурилку, потому что там много ресурсов. Да, скорее всего так. Здесь у нас есть трансформатор. Если что, мы сюда еще расширение... А, нет, тут есть. Тут много дырок. Одно тогда сюда поставим. Куда-нибудь возле батареек. Поближе. Поближе вот сюда, наверное. Как-нибудь... Как-нибудь вот так. Вот, чтобы охраняло и батарейки, и солнечные. Да, вот так будет, наверное, нормально. Я надеюсь, только она там своим ракурсом вот так вот не собьет нам эту батарею. Так, и пятерочку надо будет отсюда отобрать. Пятерочка, пятерочка, пятерочка. Пятерочку вот сюда куда-нибудь пустить. Здесь-то у нас нет. А, здесь свет. Блин, свет четверг уже... Ни хрена себе это свет. Слушай, свет, я бы тебя вообще отдельно бы пустил куда-нибудь. Что-то много ты свет просишь. Ну да ладно. Так, это у нас какая группа получается? Группа света. Ну, пусть... Так, это куда пошло? Это пошло туда. Давай на шестую группу. Да, давайте охранять надо по-любому. Так. И что у нас получается? 400 отдаем, 400 туда, 400 сюда. Это... Здесь сколько? Здесь у нас 10, 10, а будет 15, 15. Это сколько? 30, 45. Плюс свет. Да, 50 здесь оставляем. Здесь 4 идет на эту. И вот 4 много, конечно. Так, надо бы побольше суда дать. У нас еще сюда идет 52. Это у нас идет на как раз дробилку. И сюда нам нужно минимум... Сколько? 6. Зафигач. Давай еще десятку дадим. 400. Хотя бы... Хотя бы десяточку. Давай 11. Так, это получается... Тын-тын. 8. Сколько он хотел? 8, да? Так, осталось, осталось. Блин, тут жрет дофига. А, подожди, это нормально. Вот это жрет дофига. Четверку жрет, конечно, процент. Плохо, что здесь нету в киловаттах ставить, а ставится в процентах. Я бы ставил в киловаттах. Тогда была бы более точная настройка, потому что ты конкретному этому выдаешь сколько надо. Так, все, здесь есть. Отлично. Это тоже стоит. Хорошо, когда стоит. Так, и третью ставим. Получается вот отсюда. Здесь тогда... Сейчас сколько выдается? 20. 20 и 5. А нам нужно, получается... Это по 4, по 2 на свет. Это 4, да? И 21 у нас 1 целая ушла на дробилку, потому что 20 он не понимает так же. Значит, надо дать сколько? Где-то 6. Или даже, давай так, 5. 5, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так, 5 и 6. И одну поставим здесь, все должно хватить. Оно как раз и гараж будет защищать, да? И вот эту сихеробору. Так, чертеж, пулемет. Вот куда-нибудь сюда поставим. Так, единственное, что мне кажется, он может в нас захерачить. Как-нибудь вот так, может быть. Вот сюда поставим. На одной уровне. Вроде на одной. Вот. А потом побежим создавать ракеты, потому что это самое сложное. Самое такое прям, прям самое. Так, здесь у нас получается... О, как раз дырка. Я прям вот в тебя хотел воткнуть. Прямо именно в тебя. Так, это сюда. Что у нас получается? 25. Нет, 25. Нет. 20 и 1 должно быть на дробилке. 0,3, 0,3. О, а что это так? 0,3, 0,3. Еще надо одну. Иначе дробилка не будет работать. Еще одну единичку. Видите, тут нечетная получается у нас. То есть, ну, целое число не работает. Ну, по крайней мере, это так пишет. То есть, вроде бы да, но вроде бы нет. И получается, что написали, что дробилка требует 20. На самом деле, нихера не 20, а 20 и там целые хрен десятые. Вот. Получается, вот 20 целые хрен десятые, 0,3, 0,3. И вот здесь вот надо жахнуть. И почему-то свет, свет отключается. А почему, вопрос. Вот здесь вообще требует 0,2. Но так как здесь проценты гребаные, а не киловаттые, то высчитывает, конечно же, жопа боль. Так, ну, давай дадим до 6. Чего уж тут копейки эти ловить. Так, что получается? 0,3, 0,3. 5,2 нам не нужно. Блин, а вот он не дает. А, ну все, все, хватает, да? Вот теперь хватает. Меньше тут уже нельзя. Да, и здесь 5,2 тоже будет работать. 0,3 работает свет. Все, здесь у нас есть. Отлично. Все, три штуки мы поставили. А теперь разобраться с гребанными этими самыми. Если я смогу это сделать... О, кстати, если я не ошибаюсь, что-то побольше стало качаться это. Вот эта штука. Как его. Вот это дерево пошло самому побольше, почаще качаться. Мне так показалось. Может быть, потому что я вот эти штуки поставил? Может быть, чем больше поставишь вот этих всяких предметов, которые ты скрафтил, которые от этой ветки, тем лучше качается скил. Потому что в какой-то момент у нас электрика просто пошла. Говорю, я там было, сколько, 17 пропущенных скиллов у нас. Ну, не прокаченных. Ну, чертежи тормозили нас. Получалось так. Это все хорошо. Здесь у нас еще остались какие-то элементы. Давай, наверное, я закину все это барахло в этот самый ровер. Вот это сейчас все сюда закину. Вот так. Останется только вот это. И нам надо будет сейчас с этим всем дерьмом разобраться, потому что это очень сложное. Ну, как сложное. Там просто надо руками поработать. Так. Возьмем одну штучку. Кислород, 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 кислород. Так, где мы это будем делать? О, видишь, опять скилл качается. Что-то вот реально, вот по ощущению, ребят, почаще стал качаться. Прям так раз, раз. Это хорошо. Это меня очень радует, потому что... Блин, я бы дверь закрыл, чтобы здесь светло было. А здесь могу я вообще поставить эту вот хреноту? Не, не могу. Только на почву, да? Вот сюда. Под, как говорится, под луной собираем мы с тобой. Ну, ладно, если что, я сохранился, давай. Подожди, три штуки, это только всего лишь три ракеты, да? А, слушай, надо было больше заказать. Тогда так не пойдет. Значит, надо... Это же одна ракета. Я что-то подумал, три, это три комплекта, по пять в каждый. Нет, это тогда... Вот, опять, видишь, прокачалась. Давай тогда закажем. Нам нужно тогда сколько получается? Еще 18... Не, не 18. Сколько? 13 штук, да? О, Господи, задолбаешься собирать. 13... О, подожди, 12, да? Блин, ну, хочу сказать, это не дешевая штука. Так, все, пусть себе создает. А мы сейчас хотя бы одну поставим, чтобы... Вот, опять прокачалась. Смотри, поинтересно, как. Так, что у нас тут есть вообще? Элементы топлива. Вот, он показывает, куда-то надо его запихнуть, да? Вроде как подсвечивает. Вот. Я бы сделал... Ой, что-то я не то взял. Я бы сделал это как? Чтобы это было лучше на верстаке, чтобы можно было реально взять и собрать удобно. Ну, чтобы это лежало прям вот на столе, да? И можно было прям вот прям все это дело спокойно сидеть и верстачить. Не скажу, что это прям вот супер трудно, но не совсем удобно, как могло бы быть. О, готовая ракетка. Вообще огонь, да? Ой, слушай, я так медленно иду с ней. Я иду ракету загружать, потому что надо базу охранять. А ну-ка, давай. Вообще, я прям подлетаю, можно сказать. Хопа! И смотрите, у нас ракетка одна. Отлично. Пойдем посмотрим, что у нас тут. Гайд, как собрать ракету, ребят. Одна из пяти. Отличное дело. Все хорошо, только я мерзну. И ночь у нас, да? Пойти поспать, отдохнуть. У нас был очень насыщенный день. Так. Очень насыщенный, потому что что? Потому что все. Понятно. Потому что... И опять прокачалась штучка какая-то. Очень радует то, что быстрее качается. Мне сейчас показалось, что нету этого топлива. Ой, не топлива, а как его. Света на борту. Нет, все есть. Слушай, одна ракета у нас есть уже, уже радует. Сейчас мы быстро соберем. Сейчас самое главное, как говорится, это приноровиться. Там на самом деле не так сложно. но, опять же, хочу заметить, да, то, что удобнее было бы это делать. Разработчики, если ты смотришь вдруг мое видео, пожалуйста, сделай это на верстак. Пожалуйста, я тебя умоляю. Чтобы можно было вот эту штуку ставить только на верстак, вот прям только на верстак, вот, ставишь на стол, садишься за стол и спокойно, медленно делаешь это на столе с подсветкой, с подсветкой того, что это. Кстати, аптечка появляется при перезаходе в игру, как и всякие фекалии и прочее. Так что, все хорошо. Все хорошо. Водичку только, я помню, там не набрал, Но это ладно. Водичка у нас тут еще есть. А, кислород, кислород у нас есть. А, точно, вот-то я только что набрал. Так, дерево технологии. Нифига, вот так оно пошло качаться, ребята, очень даже пошло качаться. Может быть, потому что мы вот эти штуки поставили, они там как-то типа работают и качают. Очень круто. Я следующим скиллом спокойно себе горелку обязательно поставлю, потому что горелка это ремонт, это быстрее строить, это очень круто, это очень надо. Вот, либо поставить какую-нибудь там еще штуку другую, дистанционку, либо в это, но я, скорее всего, горелку прокачаю. А это что у нас? Дистанционная технология. Так, это дистанционка. Ну да. Ой, либо огнетушитель. Огнетушитель еще бы поставить. Тоже нужная штука. Еще какой-то супер детектор там. Так, я хотел сохраниться, да? Сохраниться и поспать я хотел. Одну ракету мы собрали, с утра мы собираем все остальные ракеты, ребят. три комплекта мы должны загрузить. Так, а то не дай бог сейчас этот жахнет метеор, и будет такое дело. До 7 утра поспим, и с утра должны собрать хотя бы еще два комплекта. А вообще, в идеале, загрузить хотя бы по одной, во все, во все три штуки. Ну да, ну как бы, чтобы оно было, было. Всяко лучше, вот смотри, летит метеорит. Всяко лучше, когда у тебя хотя бы одна ракета в ракетнице, которая потенциально собьет одну близ летящую булыжник. Я не думаю, что булыжник разобьет базу, он скорее всего ее повредит. именно, я говорю сейчас про купол, там про все такое. Вот, потому что солнечная панель, он, конечно, в дребезги зафигачит. Не знаю, как большую, мелкую, мелкая улетает прям сразу же. Вот если он прямое попадание, то мелкая улетает. А вот большую, большую, может быть, и не разобьет, сломает, хрен его знает. Так, что пожрать? Фух, круто. Кстати, я вам совсем не показал, да, я тут поставил, посадил, где-то тут я засадил, прям вообще огород, 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 кстати, надо посмотреть, что он растет, не растет. Я, короче, засадил, засадил, или это я делал в другой серии, по-моему, да, вот я засадил, смотри, что растет, картохи. Короче, здесь тоже можно сажать. Так, я, в принципе, могу отсюда выйти. Ой, я, подожди, я в шлеме? Я в шлеме, да? Я в шлеме. Для тех, кто в шлеме. Так, ну, в принципе, я могу и здесь собрать, нет, че? Я-то уже, как говорит специалист, еще тот по сбору ракет. Чпоньк. Да, это получается не 3 комплекта по 5, а 1 штучка всего лишь, да? То есть, получается, берем, смотри, гайд, короче говоря, как собрать ракету. Так, значит, берем сначала топливо, вот синенькая херня подсвечивает, берем сюда ставим, потом берем второе, ждем, когда синеньким подсветит. Вот так вот, хоба, синенькая рука появилась, короче говоря, потом опять берем топливо, потом опять ждем, ждем, пока, ага, появилась вот сюда, потом берем вот это вот сопло, потом вот здесь вот где-то опять появится вот эта вот штучка, так, где-то тут, во, появилась хоба, потом берем какой-то колпак, вот эта ракетная камера, по-моему ее, где-то тут она вот сюда, потом берем вот это вот, аккумуляторный элемент, берем он где-то вот здесь, или вот здесь, где-то должен быть, по-моему здесь в начале, вот, хоба, давай ставим, потом берем вот это вот носопырку, она где-то вот здесь, во, Вот так вот, хоба. Потом берем вот эту крышечку. И крышечку вот так ждем, пока появится синенькая. Потом берем вот одну штучку. Опять же ждем вот так раз. Потом берем вторую штучку. Опять берем вот так вот два. Берем третью штучку. И лучше бы это было собирать возле ракеты. Потому что что? Потому что она весит хрен знает сколько. И мы сейчас будем идти сюда 100 лет. Да, в этом, конечно, есть плюс. Точнее, минус. Минус на плюс. Короче говоря, надо собирать возле этой самой штуки. Иначе долго идти. Видишь, как мы прям вот... Ну она тяжелая, реально тяжелая. Я вот прям сейчас зажал shift или control. На чем мы там бегаем? И выносливость, ребята. Видите, ползет выносливость. Вот так мы идем без выносливости. Ну то есть вообще медленно. Мы даже подлетаем. Видишь, он как бы отталкивается так и летит. Можно посмотреть это? Ой-е. А вот так идем мы с зажатым shift. Прям она тяжелая прям чувствуется. Ну, таков путь. Таков путь. И желательно бы, конечно, ее не в это тащить, а туда подальше. Ну, там следующее я буду уже собирать, скорее всего, не на записи. Скорее всего, уже возле вот этих всех ракетных. То есть непосредственно возле каждой. Потому что, сами видите, как долго он ее несет. Как он сильно устает. Но мы сегодня за Сирию собрали, получается, три установки. И к тому же неплохо так скиллы пошли. Я не знаю почему, но пошли они реально быстрее. Может быть, потому что дробилка работала. Может, потому что мы собирали вот эти все сборки здесь. Хрен его знает. Ну, до этого плохо качалось. Сейчас быстрее стало качаться. Ну, дробилку тоже надо охранять. Потому что, сами понимаете, там ресурсы. Там лежат очень много ресурсов. Вот. Поэтому дробилка тоже важна. Так, ну что, вторая ракета, как говорится. Здравствуй. О, две лежит. Хотя пишет питание почему-то. Ну, короче. Так, что у нас тут получается? Две из пяти. То есть больше натыкать сюда не получится, да? Вот. Что у нас осталось? У нас осталась еще одна. Еще одна ракета. И будет она здесь три собранных. Это будет уже получше, да? Три выстрела из пяти доступных. Так, ну, по сути, по сути, я бы не сказал, что прям супер пот, но собирать нет. Но надо, как говорится, то слово, о чем вы подумали. Так, берем сюда. Давай, закрепление мать учения, как там мы в школе учили, да? Короче, опять гайд по сбору ракеты для самых маленьких. Берем сюда. Вставляем вот сюда. Потом берем сюда. Вставляем вот сюда. Конечно, время это какое-то отнимает. Быстро это не сделать. То, что кто-то думал, скорее всего, там 20 штук сразу воткнул. Нет, не получится, ребята. Но, сам факт. Можно это сделать относительно легко. Относительно недолго. Давай. Ой. Опа. Насопырка. Сюда. Ну, вот видите, не, я просто про что толкую. Почему я хочу, чтобы разработчик все-таки услышал мои молитвы и переделал это на верстак. Потому что в каких условиях мы собираем высокотехнологичное устройство, ракета, это очень сложно. И в полевых условиях на марсианском песке собирать это нереально. Но никто бы не из марсианов, я не знаю, марсианинов. Короче, никто бы из космонавтов явно бы на песке не собирал бы ракету. Они бы делали это где-то там в ангаре, где-то там в нормальных условиях. Ну, то есть, чтобы это было прям прилично. Вот. Поэтому я надеюсь, что это все-таки поправят, ребята. Поправят. Это будет очень даже круто. Так, у нас еще один скилл и три ракеты. Это круто. Все остальные ракеты я сделаю не на запись, потому что это дроль почти сказал. Ну, короче, вы поняли. Так, и давайте что-нибудь прокачаем. Либо горелка. Голосуем. Либо горелка, либо реактивный ранец. Либо-либо-либо, либо-либо. Огонь и огонь и огонь и огнетушитель. Вещь полезная. Не дай бог что-нибудь загорится, а мы тушить не можем. Да, сгорит нахрен вся база. Вопрос, вопрос-ответ. Либо горелочка. Горелочка, конечно, тоже хорошая. Да и сканер непонятно что дает. Ночное видение тоже неплохое дело. Хм, так, я, короче, склоняюсь. Либо огнетушитель, либо горелка. Горелка быстрее строен, да? Огнетушитель может спасти вообще всю базу. Ну, то такое. То такое, да? Огонь от чего может быть? Если метеорит прилетит, вряд ли огонь будет. А вот если взорвется вот этот, который кислород качает, да? Либо, скорее всего, молния может быть, нет? Может, от молнии... Пишите в комментариях, от молнии может пожар быть? Нет? Давай, наверное, я горелку бахнул. А что нам? Нам все равно на стол идти, да? Нам все равно идти на стол. Да, так вот тут мы это все равно не прокачаем. Хотя, подожди, какие-то, может быть, и прокачаем? А что мы здесь прокачаем? Подожди, огнетушитель... О, нет, могу. Все, давай с огнетушителя начнем. Раз у нас пошло качаться быстрее, значит, у нас сейчас и там прокачаемся. Может быть, потому что мы ракет собираем? Типа это в зачет идет. Потому что сейчас я дособрал ракеты, у меня это... Скилл получился. Так, что у нас там по ракетницам? Во, вообще огонь, много всего. Вот это все барахло надо собрать. Сейчас две сюда, и остальные по пятерочке в те. И тогда я могу спать спокойно, зная, что у нас будет метеорит, и у нас... Вот эта защита будет. Вот это... Тут не показывается, какая область у нее применения, нет? Вот это вот... Вот, блин, вот плохо. Было бы неплохо, если бы у него показывался шарик, грубо говоря. Типа, какой сектор облет, облет-залет? 5 из 5, это все понятно. А вот именно круг действия твоего... Вот плохо. Вот видите, антенна показывается. У нас, получается, антенна есть где? Вот в этой штуке есть антенна, где-то там показывалась. Ну, короче, вот эта штука показывается, и вот эта антенна у нас тоже бьет. А, ну вот, вот этот кружок, это у нас бьет вот этот центральный купол. Ну, не купол, а как она там, центр связи, короче говоря, центр управления. Это вот это вот покрытие. А вот этот внешний, вот этот большой, это у нас дает средняя антенна. Вот здесь стоящая средняя антенна. Вот она как раз отсюда, центр, да, и видно вот этот. То есть большая, я так полагаю, большая даст где-то вот такое покрытие. Вот не меньше, скорее всего. То есть вот это все мы будем и управлять через антенну и все такое. А если еще отдельно там вышки поставим, то вообще можно всю карту покрыть покрытием. Покрыть покрытием, короче. Все, ребят, на этом серию мы заканчиваем. Была у нас строительная серия, получается, по постройке ракеты. Такой мини-гайдик. Кто не знал, как собирать, вы узнали, как собирать. Это достаточно просто, но немножко, скажем так, надо приноровиться. Вот. В следующей серии я как раз подготовлю. Все ракеты будут уже на базе. Вот. И будем переделывать систему вот этой водокачки. Систему, скажем так, насоса кислорода и вот этого метана. Потому что, чтобы было на базу нормальный поток, чтобы там был нормальный поток на кислород, на баллон, потому что он чуть плохо бочка набирается. Там надо все вот эти улучшайки поставить, прям с двух сторон. Вот. То есть, получается, одну полностью сделает с двух сторон улучшайку там на воду, другую с двух сторон поставить на кислород, другую с двух сторон поставить на метан. Вот. Посередине каждая дает, по-моему, что там, все равно воду, да? Ну, а воды будет больше всего. Ну, потому что у нас и потребление, в принципе, по воде больше всего надо. Все, ребята, увидимся в следующей серии. Пиши, комментируй, ставь лайки. Всех жду на новый ролик. До новых встреч. Пока-пока.